Что Он пришел послужить мне, чтобы, может быть, в какой-то момент кексик вот так нам принесли, мне было приятно, но это слава Богу, это не нам слава, что мы в браке, это Богу слава, чтобы в трудный момент действительно нашелся человек, который поддержал нас в больнице, мы легко, это Бог все делает в нашей жизни, это Иисус, такой вдохновляющий. А в зависимости от того, как ты смотришь на Бога, какой Он для тебя, либо ты будешь очень вдохновлен в этой жизни, либо ты будешь умывать, даже, либо ты будешь разочарован, потому что когда ты веришь в правильность Бога, скажем так, твоя жизнь наполняется правильным смыслом, в твоей жизни есть вдохновение. Аминь. Ну все-таки давайте к молитве перейдем. Десятая глава, это такое было начало, здесь мы начнем с 46 стиха, и будем останавливаться периодически, чтобы вместе обсуждать Писание. Десятая глава, 46-47. Приходит Ерихон, идет речь об Иисусе, и когда выходил он из Ерихона с учениками своими, и множеством народа, в Эртимей, Синтимей вслепой сидел у дороги и просил милостыни. Услышал это, что Иисус Назарей, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Вот такую историю мы будем сегодня изучать. То есть, при чем здесь молитва, да, вы скажете? На самом деле, Эртимей был слепой, Эртимей Тимеевич, сын Тимеевич. Он сидел у дороги, просил милостыню, и тут он услышал, то есть у слепых людей очень развит слух. Он услышал, что Иисус идет, простите. И он решил просто, наверное, это мой шанс, и начал кричать. И кричать написано, кричать и говорить. То есть, вот и вот выступление слепого у дороги. То есть, не просто там, Иисус помоги, Иисус помоги, Иисус это я, помилуй меня. Знаете, молитва, первый момент нашей проповеди, это обращение к невидимому Богу. Молитва, это обращение к невидимому Богу. Можно сказать, что Эртимей здесь, сам того не ведая, молился Богу, молился Иисусу, потому что Иисус, сын Божий на земле, вы согласны? И он конкретно, я не знаю, что им двигало, может быть, он слышал о чудесах Иисуса, или просто он понимал, что это какой-то шанс изменить его жизнь, и говорит, помилуй меня, мы даже не понимаем, какой милости он здесь говорит. Но он обращается к Иисусу, его не видя. Фактически для нас это пример и про образ молитвы. Вы согласны? Молитва нужна, как воздух. Я обсуждал перед проповедью, готовился. Я люблю, когда она меня приглашает проповедовать, честно скажу так. Мне это нравится, но иногда это мне очень не нравится. Я начинаю мучиться, что я думаю, так, а об этом сказать нет, а может это вот так лучше. У меня иногда прямо на камоне в проповеде происходит эта борьба. Я понял такую вещь, если говорить о молитве, что молитва это как воздух для духовной жизни. Молитва это как воздух для духовной жизни. Представьте, если человеку реально в жизни не хватает воздуха, по какой-то причине. Но у него начинается как минимум полуобморочное состояние. Вы согласны? И я стал думать о своей жизни. И я понял, что для меня сейчас на самом деле большой-большой вызов вдохновения начинать, почему я очень благодарен за тему расти в молитве. Расти в молитве, как никогда. Потому что вот это полуобморочное состояние я начал ощущать на себе. Это когда тебе не хватает, понимаешь, что надо проповедовать, но у тебя нет сил. Знакомо? То есть ты знаешь, что нужно какие-то убеждения проявить на работе, но у тебя нет сил. Ты знаешь, что нужно в семье быть лидером, и там взять на себя флаг, и там привести, и нет сил. Знакомо? Вот оно, это полуобморочное состояние. Если вы гости, думаете, ничего себе, я попал сегодня, то для вас это очень хороший момент. А не хочешь ли ты попробовать молиться уже сегодня? Ибо твоя первая молитва – это очень важный шаг к Богу. Вы согласны, друзья мои? Я помню свою первую молитву, где я закрыл глаза, я читал Библию, сам никто мне не подсказал, просто взял с полки, был бабушкой, ставил такой вариант издания дореволюционный. Я прочитал «Отче наш», я закрыл глаза, и я помолился. Я сказал примерно так, что «Бог, если ты есть», знаете, как традиционная молитва, то как бы «выведи меня на правильную дорогу». Я открыл глаза, и дороги не увидел. Но знаете, что интересно, что, может быть, после второго-третьего раза, с первого, не помню, я почувствовал, что кто-то есть. Вы помните этот момент, когда я молитва? Что тебя слышат. Знаете, когда я понял, что меня слышат, меня стало не по себе. Я стал более строже молиться, я был чинаш наизусть. Вот, и я не помню, что прям сразу дорога появилась в моей жизни. Например, через полгода ко мне подошел мой будущий друг Сережа Гушенков, пригласил меня в Церковь Христа. Он сказал, приходи, это будет здорово. Мы были в лесу, играли в мяч, вот, все было весело, и дал мне мятое приглашение. Я был благодарен, потому что, в любом случае, через время я пришел на первое собрание и увидел там Сережу. Это было знакомое лицо, с которым мы дальше задружили и продолжали наше общение. Первая молитва – это важный шаг к Богу. Важный шаг к Богу. Молитва – это обращение к невидимому Богу. Вот эти простые постулаты надо понимать в своем сердце. Молитва – это наш духовный кислород, друзья мои. Нам надо не доводить себя до обращенного состояния. Вы согласны? Движемся дальше. 10-й глава. Что же было дальше? 48-й стих. Здесь говорится, многие заставляли его молчать, но он еще более стал отвечать. Сын Давида, помилуй меня. Так, смотрим 49-й. Иисус остановился и вел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Кстати, удивительно, как быстро меняется мнение толпы. Стоит прыгать, проявить убеждение. Стоит прыгать твердость. А здесь мы видим, человек просто, ему нечего было терять. Написано, его заставляли молчать, да? 48-й стих. А что вот Тимей сделал? Тимей. Еще громче. Он стал кричать еще громче. Он начал просто привлекать внимание. В итоге Иисус услышал. И в 49-м стихе написано, мнение толпы изменилось. Сказали, вставай. И даже надо говорить, не бойся, зовем тебя. Знаете, как поддержка сразу наступила. Твердость молитвы всегда приводит к победе. Я повторю эту фразу. Твердость молитвы всегда приводит к победе. Я помню, как я пришел домой после крещения. Наверное, у вас тоже такие были истории. Я сказал, мама, я стал учеником Иисуса, на работе буду работать честно, денег будет меньше, и я теперь с Богом. Мама посмотрела на меня и сказала, знаешь, может быть, еще подумай, и давай поработай, как все. 16 лет молитвы. 16 лет. Я говорю, Бог, я уже не знаю, почему ничего не меняется. Мама-то занималась, то есть папа тоже, я его призывал к вере, но там все сложнее. И мама уже почти подходила к крещению, снова сдавалась. И вот 2010 год. Мне звонят Лапины, и Солнце говорит, Андрей, все, мама точно на второй заход уже окончательно вышла. И мы приехали в Солнцево, там, зашли лищем, помогали, благодарны. Люди, Саши, вот, и мы маму Антонию Витрофану крестили. Крестили на рубеже 70 лет, вот, крестили после 100 лет. И сейчас говорю, мама, а ты помнишь, как ты меня обговаривала? Ну, это уже в прошлой жизни. Это не я. Я как-то на одном из, на одном из юбилеев семейных маму встала, все родственники, я сказала, и я благодарна Московской Церкви Христа, что она так повлияла на моего сына, и вообще всем рекомендую. 16 лет молиться, это было очень тяжело. Но результат, друзья, это просто наслаждение каждого дня. Сейчас мама не выбирается из дома, мы приезжаем регулярно проводим, я люблю эту фразу, дополнительную службу, помните, да? Вот, воскресенье, мы приезжаем, проводим очищение, общаемся, и я, как правило, с ней обкатываю некоторые профиди, которые потом как-то проповедуют. Говорю, мама, ну, радикально проповедовать? Она говорит, сын, радикально. Вот, а на работе, друзья, это удивительно, потому что на работе люди видели, там еще тоже мы с братом одним работали, люди видели, что мы молимся, мы молиться ходим в обед там или где-то. Ну, что вы там молитесь? Ну, что там, Бог вам помогает? Вот, и вот это мы слышали с года в год. И потом, знаете, в конечном итоге они видят, что что-то раз у меня клиенты появились подряд, как куча, помолился там, здорово. Андрей, а как тебе вот эти долги отдали там? Говорит, ну, я бы не знаю, это Бог, я бы умолился. И настал момент, когда пришел шеф со своим, как бы, помощником, сказали, ну, Андрей, ну ты там за нас помолись тоже. Знаете, это удивительно. Твердость в молитве всегда приводит к победе. И если только обстоятельства не победят и не сломают нашу веру. И нам надо этого не допустить. Аминь. Тогда мы крестились, мы помним, друзья, это время, да? Накрестились, мы с упоением молились. Ты помнишь, примерно, сколько ты молился в первый год ученичества? Подними руку. Ну, так примерно, да? То есть это было не пять минут, вы согласны? Пять, да? Ну, кого-то пять, брат. На самом деле, мы молились с упоением. А кто помнит свои трудности? Я не говорю проблемы, у учеников Христа нет проблем, что проблема – это задача без решения. У нас есть решение, это наш Бог, это Иисус. Кто помнит свои первые трудности во Христе? Поднимите руку. Отлично. А теперь давайте вот с этим сравнить сегодняшнюю нашу молитвенную жизнь. Сколько сейчас вы молитесь в сравнении с тем, как это было тогда. И мало того, еще посчитайте количество задач и вызовов, которые появились в вашей жизни. С появлением детей, прекрасных жен, красивых автомобилей, которые ломаются, работ, карьер, здоровье, которое не 18 нам лет уже. Вы понимаете, о чем я говорю? Я увидел просто колоссальную разницу, где у меня был один вызов, там, знаете, больше проповедовать. Это был 94-й год. Я молился час, там, или 40 минут. Бог просто, вот я хочу там быть ближе к тебе. И 2019-й год. У меня там, не знаю, есть какой-то диагноз с ним подтвержденный, там, надо семью деньги приносить, там, не знаю, на работе давление. Вы понимаете, о чем я говорю? И моя молитва семь с половиной минут. Семь с половиной минут. И что можно об этом сказать? Андрей, где твоя твердость в молитве? Где? Где твой дух? Как ты планируешь преодолеть те препятствия, которые будут в твоей духовной жизни уже в этом дне и сегодня? Вартимей удивительный пример для нас в твердости своей молитвы. Потом мы поймем, что это была вера. Он кричал еще сильнее. То есть, сопротивление было. Павел заставлял молчать, но он кричал еще сильнее, друзья. Что мы должны делать, когда в нашей жизни появляются какие-то препятствия и трудности? Мы должны молиться. И как молиться? Еще сильнее. Вы согласны, друзья? Еще кричи. Объединяться вместе для молитвы. Встречаться утром, как это было в былые времена, и молиться вместе. Где двое, трое, там Господь среди нас в молитве. Аминь. Один брат, поделюсь примером, один брат столкнулся с очень серьезным препятствием. Во-первых, он не был нашим братом, он еще не стал учеником Иисуса, а он освободился из мест заключения. Он мне это рассказывал, я так, без имен подробностей. И он говорит, ты знаешь, я благодарен, меня тут же пригласили в Церковь Христа, начали заниматься Библией, но у меня была проблема, не было работы. А Библия учатся, что наша праведность, кто не работает, тот не ешь. И молитв, брат, если ты хочешь стать нашим братом, друг, то давай ты найти работу. И вот он нашел работу, его никуда не брали, он после освобождения, справка. И он устраивается на работу, помощником на рынке, плодовщика и так далее. И каждый день у него начинаются такие испытания, где просто реально он не знал, что делать. Он не знал, что делать, и братья сказали простую вещь. Дима, будь тверд, и молись. И мы будем молиться за тебя. Не сдавайся. То есть мы, братья, это сферы сказали. И он говорит, ты знаешь, это все, что я делаю. И он уже сказал, в принципе, на начатке учения Христова, то есть он молился, но он говорит, я просто твердо молился каждый день, что ты не колени себе сбил, я молился, Бог, просто измени что-то, чтобы меня не третировала эта начальница. Все. Я просто, ну не знаю, что делать, мне эта работа нужна как воду. Проходит буквально недели или две, и приходит его начальница к нему, я не знаю, рассказываю эту историю или нет, но еще раз повторю ее, она говорит, Дима, прости меня. Он говорит, что случилось? Он говорит, ты знаешь, ко мне каждую ночь приходит ангел и говорит, отстанет праведника сего. И он рассказывал это без смеха, таким дрепетом, и говорит, и меня повысили. Знаете, я, ну можно много таких историй вспоминать, но твердость в молитве, непоколебимость, несмотря на какие-то препятствия, творите в сад Бога, давайте будем твердыми в молитве, аминь. Здесь я отдельно хотел говорить, вы можете записать, или вспомнить 1 Петра 5, 7, 8. Все заботы возложите на него, написано, и он влечется о вас. И дальше трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник наш, дьявол ходит, как рыбкающий лев, ища кого поглотить. Мы иногда забываем, что мы не просто боремся с самим собой, знаете, как, со своей плоти, немощей, или греховной натурой, которая по идее умерла при крещении, но мы боремся против силы духов поднебесных, как Библия говорит. Мы боремся против происков лукавого. Помните, как в Весиманском саду Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Не впасть в искушение. А кто искуситель? Да что-то неуверенно. Сатана. Вот и все, друзья мои. Нам надо понимать, что есть не только препятствия, как бы такие видимые, а есть большие невидимые силы, темные силы, которые не хотят, чтобы мы молились. Давайте не дадим им шанса. Аминь. Движемся дальше, так это я сказал. Так, про экран не буду. Так, давайте 50-й стих. Да, 49-й мы посмотрели, 50-й стих. Только 50-й. Он, то есть Вартимей, сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Слепой, друзья, я подчеркну, невидящий. Как себя здесь ведет? Он победил. Он победил толпу, которая его затыкала. Он не видел. Знаете, как он говорит? Слух очень разный. Он услышал, где Иисус сказал, позовите его ко мне. И здесь ты читаешь, он уже как будто бы исцелился. Вот что творит общение с Богом. Вот что творит вера. Дальше прочитаем. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Встал и пришел к Иисусу. Одежда слепого. Друзья, представьте себе одежду человека, который у дороги сидит длинной ночи. И слепой, мы не знаем, как долго он был слепой, но слепой. Я думаю, от нее плохо пахло, сто процентов. Вы согласны, да? Я думаю, это были какие-то не очень опрятные одежды, может быть, не лохмоть, но что-то вряд ли удобное. Что-то, может быть, что-то с чужого плеча ему приносили. И, конечно, он не мог это примерить, там сказать, это мне не подходит. Вот. И здесь мы видим, он сбрасывает с себя верхнюю одежду. Безусловно, какая-то надебельная повязка, что-то это присутствовало, верхняя, это верхняя одежда. И здесь он идет к Иисусу Христу. Вы знаете, здесь я хотел поговорить о том, что в нашем молитве порой что-то препятствует внутри нас. есть внешние обстоятельства, а есть что-то внутри. Вот здесь в внутренний момент у Вартимея была его одежда. Это реально ему надоело. Он уже, может быть, привык к запаху, привык ко всему, но когда его позвал Иисус, и когда он понял, что это его шанс, он сбросил с себя эти лохмотья, эти путы, которые ему мешали, и пошел к Иисусу. Вы знаете, я, размышляя об этом отрывке, понял, что молитва это такой невероятный стержень в жизни христианина, который так и ведет нас за голосом Бога на небесах. Удивительно. Я даже рассуждал о том, что в молитве мы даже слышим Бога. Вы согласны? То есть мы не... Я ни разу не слышал, что Бог не сказал, Андрей, делай то или другое. Такого я не слышал. Но я слышал, я думаю, как и многие из нас, когда ты молишься, закрыв глаза очень усердно, то ты буквально слышишь, что Бог говорит здорово, или а это лучше не надо. А вот это плата. То есть ты чувствуешь внутри себя ответы Бога. Вы согласны? И тебя это вдохновляет и дает силы идти дальше. И помнить о Царстве Небесном, не знаю, служить другим людям. Вартимий почувствовал, как действительно он получил ответ от Иисуса. Приведите его ко мне. И все, он слепой, он встал, скинул эти лохмотия, все, что ему мешало, и пошел к Иисусу. А что сегодня мешает нам, друзья мои? Не просто возрастать в молитве, а просто быть в молитве. Что мешает себе нашему отношению с Богом? Это очень важный вопрос. Исайя 59-я глава, этого нет, в адресах, где? 59-я глава, стих 1-2, там сказано, что вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать, и ухом не отяжелено, чтобы слышать, но грехи ваши и беззакония произвели разделение между вами и Богом вашим. И лицо Божие отвращается от вас, чтобы не слышать. Помните этот отрыв, друзья? Дорогие гости, я хочу вам сказать удивительную вещь сегодня, что только грех мешает вам в вашей жизни, в вашей жизни. И Библия говорит, что именно вот эти лохмотья в эту старую жизнь Вартимей скинул с себя. И так же, как Вартимей, в молитве нам нужно сбрасывать с себя грехи, которые прилипают к нам. Нашу старую жизнь нужно открыть Богу и сказать, Бог, прости мне мои грехи. Аминь. Я помню, ну как, было в чем покаяться, это был 94-й год, я молодой, красивый, как Маша говорит, моя жена. 94-й год. И вот знаете как, я выучил молитву Отче наш, и там, в Отче наш, есть такой очень классный момент, где и прости нам грехи наши, долги наши, как мы прощаем должникам наших, да, должников наших. И у меня был один должник, и даже не один, я был, знаете, как очень настроен, чтобы Бог меня простил. Но я просто понял, что у меня есть реальный вызов, это сказать, так, Виталику я прощаю денег, я не был купец какой-то, но просто, знаете, как в 90-е годы все считали деньги. Это был для меня подчет стоимости. Я читал Библию, и понял, я хочу, чтобы Бог мои долги простил, мои грехи простил, да, мне нужно прощать, мне нужно быть не гордым. Я думаю, ах, ладно, все, тогда отпускаю. Вот, и вы знаете, на самом деле, Бог милости, потому что каждому из нас, Бог дал столько благословения, друзья мои, да, это просто не сравнить с тем, что мы, скажем так, изменили в своей жизни и раскаяли. Поэтому, дорогие гости, мы хотим вдохновить вас сегодня, чтобы Бог готовит вам удивительное будущее, гораздо лучше, чем, что было до этого. Аминь, братья и сестры. Сегодня у нас с Олегом Григорьевым особенный гость, вот, я хотел очень быть благодарным Богу за это, вот, человек, за которого я молился последние, даже не скажу, сколько там дней, там, или месяцев, вот, наш брат Максим Суханов пришел на собрание. Максим, поднимись на тебя, просто не поддерживай. Спасибо. Максим работает просто в маркерском бизнесе, у меня такая красивая борода, Макс, просто красный. Это тоже, кстати, работа молитвы. Максим, мы за тебя молились, и ты помолился, и мы рады, что ты пришел. Аминь. Открытость в молитве. Нам очень важно быть открытыми в молитве. Если мы не открыты в молитве, если мы нечестно говорим Богу, как мы себя чувствуем, какие у нас боли, какие у нас радости, то тогда наша молитва превращается в ритуал. Она превращается в то, что через время нас не вдохновляет. И Бог говорит, слушай, ну что там у тебя внутри, я хочу тебе помочь. Сбрасывай свою эту одежду, грязную, не знаю, вытаскивай свои скелеты из гардероба, из шкафа, давай, я за тебя. А у кого, да подожди, зачем тебе там все свои скелеты вытаскивать? Маленький скелетик вытащи. Нам нужно вытащить все, что внутри нас. И тогда мы можем быть с Иисусом. Аминь. 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 А когда мы с тобой говорим? Давайте первое Иоанна все-таки посмотрим. Я бы не перегружал бы сегодня друзей и гостей наших, но для учеников скажу первое послание Иоанна удивительное, читайте его, потому что я однажды думал, как бы его назвать. Это послание очень важное в защиту Евангелия, апологетическое. Вот. Я еще добавил в свете эскатологии. Да. То есть не пугайтесь, в свете как бы учения о последних днях. Вот у нас сейчас как бы непростые времена, я не знаю, связываете вы это с последними днями, я иногда связываю. И вот в первом послании Иоанна, в первой главе с 8-го, 50-й стих мы прочитаем, здесь говорится, если говорить, что не имеем греха, обманывая сами себя, обманывая, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, то представляем его живым, и слова его нет в нас. Аминь. Вы знаете, удивительный момент сканировать любую ситуацию через понимание, осознает ли человек свою греховность или нет. Если человек, любой, самый крутой мудрец, не осознает, что он грешен, написано, что он обманывает сам себя. И истины Божьей нет в его жизни. И написано, и мало того, он еще и Бога представляет лжецом. Я бы никому не советовал Бога представляет лжецом. Но это было в моей жизни до покаяния. Это было в нашей жизни до покаяния. Аминь, братья и сестры. Многих, у меня нет грехов, у меня все хорошо. Но мы читали Библию, и Библия, как зеркало духовное, отображала наши страшные грехи, и реальные несовершенства, которые благодаря Христу, как старой жизни, ушли из нашей жизни. Аминь. А стих 51, может, подходим к заключению. Марка 10, 51. И отвечая ему, Иисус спросил его, то есть в Артемея, мы возвращаемся к истории послепого. Чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Аминь. Чтобы мне прозреть. А очень важный вопрос, чего мы хотим, друзья, сегодня. Я все время путаюсь, я смотрю на зал, я обращаюсь к церкви, и в то же время есть люди, которые еще не очень, скажем так, в духовных вопросах, уж извините. Но я понимаю, что все-таки здесь большинство учеников Иисуса Христа. Аминь. И я хотел сегодня реально от лица Библии, от лица Иисуса Христа задать этот вопрос всем нам сегодня. Чего мы хотим в Московской Церкви Христа? Реально. В 2019 году, спустя 28 лет после открытия Церкви Москвы, чего мы хотим? Мы хотим роста духовного, в том числе молитвенного. Мы хотим крещения новых учеников и спасения новых душ. Мы хотим начала новых церквей. Мы хотим обращения и спасения наших детей. Мы хотим, чтобы наши родственники, наши папы и мамы дошли до остальных учениками и в конце своей жизни крестились. Чего мы хотим? Или мы хотим тихой, спокойной жизни, я прям подчеркнул даже это повторить два раза, в загородном доме, чтобы никто меня не трогал. Тихой, спокойной жизни в загородном доме, чтобы никто меня не трогал. Почему я это написал? Да я это вижу в своем сердце. В тихом, у меня даже есть уже выбранное место. Тихо, чтобы никто меня не трогал. И телефон, чтобы зона там, это какая, локация всяких вышек не работала. Извините, я не на связь. Чего мы хотим сегодня? Иисус, 51 стих, обращается к Артемею и может сказать, подожди, Господь, но Он же тебе сказал, Он хочет помилования, Он же кричал тебе, толпу победил, сын Давидов, Он признает тебя, как потомка Давида, пророка, помилуй его. Он же просил о помиловании. О чем вопрос? Иисус никогда не задает вопрос просто так. Он хотел понимать, а конкретно, знаете как, а конкретно, Вартемей, чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня? Не, ну, не вообще, чего ты хочешь, а от меня. Вартемей отвечает, учитель, чтобы мне прозреть. Он конкретно отвечает, Иисус убит, вот моя, большая, большая нужда, большое желание, чтобы мне прозреть. Я думаю, что нам, как в церкви и каждому ученику Иисуса нужно задать этот вопрос себе и не торопиться с быстрым ответом, чего мы хотим сегодня. Если ты уже ученик Иисуса, если ты, если ты еще не ученик Иисуса Христа, мы тебе очень рекомендуем захотеть правильного. Это последует за Иисусом, мы об этом прочитаем дальше. И обрести вечную жизнь, это милость. Но если мы ученики Иисуса сегодня со стажем, друзья, давайте реально зададим себе этот вопрос. Чего мы хотим? У нас сейчас нет как бы, мы сейчас в новой формации живем, у нас нет сейчас ни приставников, ни начальников. Это молодой церкви, там у нас были времена учения раз в неделю, там, не знаю, звонки там, ты что на службу не пришел? Сейчас можно на службу месяц не приходить и не позвонить. То есть хорошо ли, или плохо, это отдельный разговор. Но чего мы хотим, друзья мои? Что в нашем сердце? Я благодарен за всех, кто поддержал идею с Рязани. Я могу сказать, Рязань для меня, вы знаете, да, эту тему мы там с командой съездили, проповедовали, это спасательный круг. Потому что в буднях, вот в этих трудовых буднях, в этом забое, там, где недели летят, там, дни шелестят, ты понимаешь, Рязань, я молюсь об этом каждый день. Тут вообще интересно было, сажусь в такси, значит, еду там, буквально небольшой отрезок, очень опаздывал, чувствую, как дух подсказывает, пригласит, и угостит. Разговариваю вообще на отвлеченные темы, с водителем, я инструктирую, друзья, как это делать. Просто обсуждаем, там, просите про политику, не надо, конечно, но чуть-чуть зашло. Вот. И я говорю, слушай, Богдан, да, а ты откуда? Я чувствую так, по-говору. Он, я откуда? Ну да, я из Рязани. Я говорю, так, так, а откуда конкретно? Ну вот, там есть местечки, а родственники в Рязани есть? Есть. Я говорю, отлично. Так, ну что, давай, может быть, Библию поизучаем? Ну что ж, я не против. Сегодня созвонились, к сожалению, сегодня не успел, но пообещал на будущее воскресенье прийти. Меня это реально трогает. Я не знаю, много миллионов из Москвы, наверное, много людей из Рязани работают. Но вот так приятно просто встретить человека о городе, за который ты молишься, и у которого там много-много родственников. Аминь. И мы верим, что это может быть потрясающим путем для спасения многих людей там. Филиппинцам 2.13, Библия говорит, удивительный отрывок. Друзья, не нефть еще, нет? Вы не стесняйтесь. Нефть уже, да? Пошла, пошла. Заканчиваю. Будет. Филиппинцам 2.13 здесь говорится, потому что Бог, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Аминь. удивительно, как захотеть, правильно захотеть. Как добиться того, чтобы в сердце были правильные желания. Как вообще чего-то духовно захотеть. Здесь рецепт есть. Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Что, рецепт молитвы? Точно. Молись, чтобы хотеть. Молись, чтобы реальный мир не захватил твое сердце. Молись, чтобы тебе, будучи учеником, и пройдя долгий путь на самом деле, не соскочить наполовину. Молись, чтобы твое сердце наоборот разгорелось, как никогда. Я молюсь, чтобы Москва снова была с вами Бога. Где мы будем видеть сотни крещений людей. Где мы будем видеть, как залы действительно горят и не могут вместить всех людей. Они будут рады прийти к Богу из-за нашей веры, из-за наших молитв. Я молюсь, чтобы мы снова видели, как действительно люди приходят и радикально меняют свою жизнь. Много людей. Я крестился, наверное благословенное время, где за неделю на чертозе, где мы крестились, наверное за неделю 7 или 8 человек крестилось, не помню точно. И я чувствовал себя так, вот это как в деяниях апостолов. Каждый день Господь предлагает спасание в церкви. В первый год Московской церкви Христа кто знает, сколько крещений было? 850, друзья. Больше, чем одно крещение в день. 850 за год. Друзья, это Господь. Нам надо верить, что мы можем заново войти в этот Иордан. Нам надо верить, что мы можем снова видеть славу Божию. Вопрос, чего мы хотим. Чего мы хотим? Одного, там, Поля Морозова, Андрея, Хорошевского, или еще кого-то мало, Миши Грабовов. Да, Миша? Нужно хотеть всем. Если мы все будем хотеть и молиться, Бог будет делать великие чудеса. Аминь. Филиппийцам 2.13. Ну и в завершении 10-й власти 52.